Это информационный тележурнал «День за днём». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» В Тобольске сегодня стартовал отопительный сезон. Процедура запуска идет в несколько этапов. Сначала заполняются внутридомовые системы. Одновременно ресурсоснабжающие организации отлаживают работу городских инженерных сетей. Накануне на совещании в администрации города заместитель главы Тобольска Александр Шперенко обратил особое внимание руководителей управляющих компаний на то, что их специалисты должны обходить объекты и контролировать работу систем во избежание аварий. Ответственные дежурные в управляющих компаниях должны работать круглосуточно. Для полного запуска отопления отведен период с 19 по 21 сентября. Если в вашем доме не появится тепло, нужно обратиться в свою управляющую компанию, а также в городской комитет ЖКХ по телефону 24 39 52 или в городскую единую диспетчерскую службу 24 67 01. Тобольс готовится к зиме. На очередном заседании городской думы обсудили вопрос, куда будет вывозиться снег с улицы дворов. Для этих целей определены два участка. Они расположены недалеко от полигона ТБО. После оформления всех документов снег будет складироваться там. До момента определения учреждения, которое будет отвечать за эксплуатацию данного полигона, приемка и складирование снега будет осуществляться бесплатно силами подрядных организаций в рамках выполнения работ по текущему содержанию автомобильных дорог города. То есть предприятия, в том числе и управляющие компании, и индивидуальные предприниматели смогут вывозить снег на данные земельные участки. Этот вопрос для города не один год был проблемным. Не первый день, не первый год, не первую зиму вывозился снег, и он вывозился спокойно хаотично. Кто куда хотел, тот туда и валил. Всыпали в районе стадиона в лог. Ну кто куда мог. На сегодня определены два места хранения. То есть все цивилизованно будет вывозиться, потому что это же не просто снег, там масса реагентов, там таблицы Менделеева в полном составе. С января по апрель этого года с улицы дворов Тобольска было вывезено более 100 тысяч тонн снега. А две управляющие компании минувшей зимой были оштрафованы за отказ убрать завал из придомовых территорий. Сегодня вернулся домой житель деревни Чебурга Тобольского района Назыр Боизитов. Родные его ждали с 41-го года, когда солдат ушел на фронт. Но только сейчас стало возможным возвращением. В этом году благодаря проекту «Дорога домой» удалось похоронить останки 10 жителей Тюменской области, погибших на фронтах Великой Отечественной. Елена Макова побывала на очень трогательной встрече и прощании. Спустя почти 80 лет пропавший без вести солдат возвращается домой. Останки красноармейца Назыра Босировича Боизитова проводили в последний путь на площади памяти в Тюмени. Прах солдата, поисковики из отряда «Горячий снег» нашли под Санкт-Петербургом и опознали по чудам хорошо сохранившемуся смертному медальону. Проститься с героем пришли табаляки, живущие в Тюмени. Не надо нарушать свою генную память, генную матрицу. Во все века на Руси, в России помнили своих героев, помнили своих предков. И такие мероприятия имеют огромное значение. И здесь не только о молодежи идет речь. Со всеми почестями земляка встречали в селе Кутарбитка. Приехали жители деревни Чебурга и родственники солдата со всего Тобольского района. Назыр Боизитов погиб в первые годы войны во время кровопролитных боев под городом Колпино Ленинградской области. Это была большая операция. Она помогла сдержать врага, рвавшегося захватить гордый город. Но это стоило жизни тысячам солдат. Среди них был и наш земляк. Наверное, это уникальный случай для нашей деревни, где в 1941 году на войну ушли более 100 человек. Мы считали порядка 120 человек. Из них вернулись 44 остальные. И многие, которые остались на поле боя, были без вести пропавшими. И в том числе и Боизитов Назир Басирович. Назыр Боизитов до войны трудился в колхозе вместе с женой Нагимой Маликовной. У них было трое детей. Сын Раис, дочери Танзеля и Сатима. Ей старшей было всего 10 лет, когда отец ушел на фронт. Просто, знаете, совпадение-то или как у меня бабушка всегда хотела, чтобы он нашелся. Начали же вот эти все поисковые работы. По телевизору показывали, что вот находят там, нашли, здесь нашли. И она смотрела все время и все время говорила, вот бы мой отец нашелся, вот бы мой. Она примерно знала, где он погиб. Ее звали, хотели показать. Но она в силу обстоятельств, по семейным обстоятельствам никак не могла. Большой труд, конечно, и поисковиков, очень огромный труд. И что они вот вернулись с останки на свою родину, это очень волнительно, трогательно. И не знаю вообще, ну, как-то для нас это такое событие тоже, что дедушка все равно, мы его не видели, только по фотографии. И для нас это все равно дедушка. Отсюда останки красноармейца Назыра Боязитова на лодке по реке отправят в его родную деревню Чебурга. Другого сообщения, деревни с большой землей в летнее время нет. А уже там, на месте, его предадут земле. Символично, что именно так в августе 41-го на лодке из деревни Чебурга Назыр Боязитов отправился защищать родину. Его дорога домой была долгой, но все же волею судьбы ему суждено было вернуться. Елена Макова, Рустам Брузеев, Тобольское время. К другим темам. Тобольский аэропорт – это часть комплексного развития территории. Это подчеркнул генеральный директор компании «Сибур» Михаил Корисалов, обсуждая строительство воздушной гавани на полях Тюменского нефтяного форума. Он отметил тесное взаимодействие в этом проекте с региональными, муниципальными и федеральными органами власти. Пока планируется, что ввод аэропортового комплекса возможен в первом, либо во втором квартале будущего года. А к концу этого должны быть завершены работы на взлетной полосе. В этот момент учились метров полоса, где используются все метры, для меня процедура все не позволят выполнить, для развивательных и довольствия участия в том числе и официально развивать все эти метры. А готовность самого масштабного промышленного объекта в Тюменской области завода «Запсибнефтехим» сейчас составляет 80%. Проект входит в топ-5 крупнейших мировых проектов по производству базовых полимеров. Скорость, огонь, дым – эти три фактора сделали зрелищными соревнования добровольных пожарных дружин предприятий «Сибурхолдинга». У них счет идет не на минуты, а на секунды. Например, победителю соревнований команде из «Няга» не потребовалось 5 минут 50 секунд для прохождения сложнейшей полосы препятствий. Как это было? Смотрите прямо сейчас. Преодолеть русские горки и стать ворошиловским стрелком на соревнованиях добровольных пожарных дружин смогли шесть команд из числа сотрудников «Сибурхолдинга». Участники испытали на прочность свои нервы, проверили физподготовку и знания о действиях при внештатных ситуациях. Да, старались на максимум. Как видите, у нас на первом этапе произошла загвоздка. Перепередача ствола на лестнице. И на третьем этапе, что с мячом долго, возгорание мяча сбивали. Все как на реальном пожаре. Огонь, дым, пострадавшие. Все препятствия нужно пройти правильно, а главное – быстро. Оповестить пожарные расчеты возгорания и добраться до места, облачиться в специальный костюм. И самое главное – спасти пострадавшего в лабиринте Минотавра. Ничего не видно, не хватает воздуха, слышны крики. Психологическое давление в такие моменты на пределе. Темно, особого шума нет, не видно. Есть моменты, где просто идешь на ощупь. Все руками трогаешь, ищешь. Хорошо, помог коллега. То есть мы логриками как-то вылезли оттуда. Это и спортивные мероприятия, и технические мероприятия. Ну и вы видите, полоса достаточно сложная. И стрессоустойчивость человека, то, что он не только на производстве, он в жизни сможет применить свои опыты и знания. А те, кто с огнем на «ты» оценивают правильность прохождения каждого этапа, жюри строго и компетентное, за ошибки в заданиях добавляют штрафные секунды. В основном торопятся, в первую очередь. Это, вот, наверное, вы слышали, и на построении уже говорили об этом, на торжественном открытии, что в первую очередь нужно делать все быстро, но правильно. Лучший результат прошлого года – 2 минуты 54 секунды – в этом году превзойти так и не смогли. Но главное – удалось отработать все действия при возникновении пожара. Работа с гидрантами, локализацию огня и преодоление препятствий. Чем они хороши, вот эти добровольные пожарные дружины, то, что это ребята, которые находятся непосредственно на своей установке постоянно. То есть в любой нештатной ситуации реагирование у них составит, там, одна минута. То есть пожарная часть, они переезжают нам в течение 3-4 минут. Поэтому залог успеха – это на начальном этапе ликвидировать возгорание. Успешнее всех потушили пожары команды из Тюменской области. Росыпь, наград у табольских команд «Бутадиен» и «Полимер», а также «Нягонь переработка» группы предприятий «Сибур-Тюмень-Газ». Но все предприятия «Сибура» под надежной защитой пожарных дружин. Светлана Галякова, Мария Гребенюк, Рустам Рузеев. Тобольское время. Табаляки поддержали всемирную акцию и вспомнили погибших мотоциклистов. Мотопробег прошел накануне вечером. В нем приняли участие члены клубов «Дорожные акулы» Тобольская губерния, «Треспассерс» и «Свободные мотоциклисты». Колонны в сопровождении экипажей ГИБДД. Они проехали по центральным улицам города. После мотопробега состоялся митинг, в котором приняли участие друзья, товарищи, родственники погибших байкеров и просто неравнодушные люди. Отмечу, что в Тобольске с начала года произошло уже 19 ДТП с участием мототранспорта. Из них 17 пострадавшими, один человек погиб. В прошлом году произошла 21 авария с участием мототранспорта, 10 из них с пострадавшими. По информации ГИБДД в России, смертью заканчивается 45% всех ДТП с участием мотоциклистов. 60% аварий происходит в ночное время. Средний возраст погибших составляет 22-38 лет. Тобольск снова отметился уникальным ЧП и прогремел в федеральных криминальных программах. Видео сейчас набирает десятки тысяч просмотров в соцсетях. Тренер и спортсмен сошлись в драке в элитном фитнес-клубе «Кубики». Потасовка произошла из-за девушки. Парни не смогли решить конфликт словами и перешли на действия. От официальных комментариев клуб воздержался, однако в беседе представитель клуба, не пожелавшая представиться, сообщила, цитирую, ситуация обычная, инструктор продолжит работу после выхода из больничного. После схватки спортивный инструктор Семен Головков оказался в больнице, а зачинщика драки ждет наказание по всей строгости закона. По данному факту, потерпевшись с заявлением, обратился в Тобольский отдел полиции. В настоящее время участковым полномоченным полиции возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по бою. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. По словам представителей элитного клуба, такая ситуация в стенах учреждения произошла впервые. Деловой партнер программы – ярмарка «Меха черный бриллиант». Качественный мех, выгодные акции. 20 сентября в ДК «Синтез». Меховая ярмарка «Черный бриллиант». Качественный мех, выгодные акции. Скидка до 60%. Кредит до 3 лет. Коллекция женских дубленок от 15 тысяч рублей. Сменим старое на новое. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98 или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». 20 сентября в Тобольске небольшой дождь. Днем синоптики обещают плюс 9-10 градусов. Ночью столбик термометра опустится до плюс 3. Ветер западный 4-7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин